Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Еще один громкий арест провели спецслужбы. Экспремьер-министра Джо Марта Отурбаева задержали накануне в рамках расследования дела по нарушениям при разработке рудника Кумтор. В тот период, когда он был главой правительства, принимались поправки в водный кодекс, которые фактически постфактум узаканивали уничтожение центра ледников Лыс и Давыдов. Следствием установлено, что Джо Марта Отурбаев оказал давление на комиссию Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника Кумтор в нарушении требований водного кодекса и закона о воде. Отурбаев ожидает избрание ему меры пресечения в ИВС Сюзо ГКНБ. Кроме того, сегодня стало известно, что в розыск ГКНБ объявил бывшее руководство канадской компании Центера и топ-менеджмент Кумтор Голд Компани. Следствием заочно привлечены к уголовной ответственности бывшие президенты компании Центера Ян Аткинсон, президент и председатель правления Кумтор Голд Компани Майкл Фишер и Андрей Сазанов, а также вице-президент по финансам Джон Сьютер. В спецслужбах отмечают, что у них есть непривержимые доказательства, что эти иностранные граждане при разработке рудника Кумтор присвоили 200 миллионов долларов в декабре 2013 года и вывели их на счет иностранной компании. В ГКНБ поясняют, что сделали они это под видом фиктивных долговых обязательств с их последующим списанием в качестве дивидендов. Следствие отмечает, что руководство Центера и компания-оператора, который вел работу на руднике, провели эти операции в 2013 году потому, что тогда правительство вело активную работу над вопросом реструктуризации проекта Кумтор. А депутаты парламента тогда выражали категоричное несогласие с условиями компании Центера по дальнейшей разработке месторождения. Обои фигурантов дела о намерении захватить власть в стране заключили под стражу. Первомайский районный суд Бишкека накануне рассмотрел меру пресечения. Так, Курсана Асанова определили на два месяца в СИЗО 50. Отметим, что это изолятор особого режима для опасных преступников. Там содержатся рецидивисты по тяжелым статьям, а также террористы. На этом настал старший прокурор Генеральной прокуратуры. При этом второго подозреваемого по делу Алмаза Сырбаева водворили в СИЗО 1 Бишкека. Адвокаты обоих арестантов просили избраться меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Напомним, что им меняется статья 309 «Насильственный захват власти». Правоохранители предъявили им это обвинение на основании аудиозаписи разговора Курсана Асанова и Алмаза Сырбаева, который предположительно состоялся в октябре прошлого года. Осужденные по коррупции на ТЭЦ вышли из тюрьмы в Гассеин. Подтвердили, что экс-глава национергохолдинга Айбек Калиф и бывший руководитель компании электрические станции Саладин Авазов отпущены из мест решения свободы. В ведомстве пояснили, что они освобождены с формулировкой «по отбытию срока». Некоторые СМИ в своих публикациях написали, что бывших чиновников отпустили после помилования. Напомним, что суд по делу о коррупции при модернизации теплоэлектроцентрали проходил в 2019 году. Тогда Айбеку Калифу вынесли приговор о 15 годах заключения в тюрьме с конфискацией имущества. Саладина Авазова к 11 годам и 3 месяцам с конфискацией имущества. При этом на скамье подсудимых также были экс-премьер-министры Сапара Саков и Джан Торос Атабалдиев. Последнего, как сообщили накануне в Гассеин, вернули в колонию с госпиталя после длительного лечения. Жаркий день выдался накануне у пожарных. Несколько крупных ЧП произошло в городе. Загорелся последний из возводимых этажей строящегося жилого дома в Бишкеке, выше Южной магистрали, напротив микрорайона Самбай. Загорелись строительные леса и прочие материалы на объекте. Компания застройщик пока не комментировала возможные причины пожара на объекте строителей уже к тому моменту не было. Возгорание началось около 9 вечера. Был ли это поджог или нарушение техники безопасности устанавливает расследование, проводимое МЧС. Вчера вечером на наш дежурный путь поступил вызов. То, что там есть возгорание по Аламидинский район, улица Тубаева. И там возгорание было в строительстве. Это здание на 6 этаже. Там горели опалубки. И общая площадь сгоревших опалубок составила 700 квадратных метров. И на данный момент уточняется причина пожара. Еще один объект, сгоревший в столице, это точка общественного питания. Павильон расположен на пересечении улиц Турусбекова и Раскулова. Загорелся тоже накануне вечером. Ситуация вокруг полыхающего кафетерия была напряженной, так как расположен он в густ застроенном месте. Огонь вырывался в сторону тротуара и блистающих помещений. А прямо перед входом стали припаркованные машины. Сгорели 120 квадратных метров площади. На месте работали сотрудники МВД, служба газа и бригада Северэлектро. В тираже вечера пожарные сумели потушить крупное здание в селе Петровка Московского района. Загорелось производственное здание, крупный ангар. Подробности этого ЧП не сообщается. Что это за строение, какого предназначение, цех или склад. При этом видеопожары опубликовали очевидцы. По их словам, пожарные прибыли на место и работали несколько часов. Всего по республике за сутки произошло 16 пожаров. Более чем на 800 тысяч сомов дешевле можно было отремонтировать теплосеть «Восток». В результате проверки это выявила счетная палата. Реконструкция, отметим, проходила в период с 2017 по 2019 годы. Деятельность Бишкек-теплосети за это время изучили аудиторы. Они отметили, что к завершению аудита сумма восстановлена. Кроме того, доначисленная сумма оплаты за технологическое присоединение составила 373 тысяч сомов, которая восстановлена в ходе аудита на счет общества. В свою очередь, сама же Бишкек-теплосеть намерена взыскать суммы со своих должников. Предприятие сообщает о начале рейдов по неплательщикам. На первый раз обойдутся предупреждениями о сроках погашения долгов. Кто из абонентов их проигнорирует, отключит горячую воду и не пустит тепло, опломбировав аварийные вентили. В России сегодня проходят выборы депутатов в Государственную Думу, а также губернаторов и местных депутатов. На уровне регионов и городов баллотируются как кандидаты-одномандатники, так и партии. Отметим, что система выборов в Российской Федерации смешанная. 225 депутатов избираются по пропорциональной системе, столько же по мажоритарной. В федеральных списках кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрированы 14 партий. Сегодня стартовый день голосования, основной будет в предстоящее воскресенье. При этом впервые на этих выборах в России применяется и электронное голосование, но только для жителей определенных городов и областей. Выбирать депутатов могут также россияне, находящиеся в данное время в нашей республике. Для них открыто 4 избирательных пункта. В здании посольства в Бишкеке, в консульстве в Аше и в войсковых частях, в Канте и в Караколе. Для голосования достаточно предъявить паспорт гражданина России. И пока у нас на этом все. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»